друзья приветствую вас на нашем канале с вами станислав магазин гироскутер shop погода испортилась стала прохладнее но тем не менее мы снимаем и сегодня мы хотим с вами поговорить и познакомить вас с новинкой от компании white сибири мини трайк в с в этом видео вы сегодня увидите замер скорости максимальную скорость технические характеристики мы с вами поговорим о его габаритах и возможностях и конечно покатаемся поехали козер ай честно скажу на самом деле сами сами по себе мини скутер двухколесный трехколесный очень интересная история потому что не всем подходит большие скутеры до классического формата тоже длина его ширина либо там технический формат ну и конечно стоимость да то есть поэтому многие задают обратную связь давали клиенты для детей там для людей пожилого возраста потому что пожилого людям тоже тяжеловато передвигаться и хотят здесь есть магазин например да то есть и большие скутеры они конечно классные удобные но они проигрывают мини трайком или двухколесным до мини скутером компактностью габаритами и конечно же весом вес и немаловажная часть вы сами друзья понимаете могу сразу сказать наперед забежать что скутер принципе можно его поднять конечно же это там не 5 10 килограмм но тем не менее поднять его возможно вот сейчас демонстрирую да то есть принципе поднимаю спокойно поэтому а если взять обычный трехколесный байк то его тоже понять возможно конечно но с последствием для поясницы и всего остального не рекомендую это делать вес данного скутера раз я уже его поднял и давайте уточним детали по весу вес составляет его 60 килограмм более технические характеристики более подробные вы можете сейчас увидеть здесь на экране астана поставьте на паузу более детально ознакомиться мы с вами сейчас поговорим об основных таких характеристики как его мощность и соответственно конечно же скоростные параметры и пробег на одной зарядке но и пробежимся конечно же по системе управления и освещению итак друзья давайте начнем с вами с мощности здесь у нас с вами стоит редуктор редуктор на составляет мощность 1500 ватт сразу скажу забегу наперед тяговицы этого байка мини трайка заслужит уважение могу сказать так что мы хоть их производители рекомендуют не больше 125 килограмм нагрузку но мы тестировали его и вдвоем садились вот у меня вес сейчас 78 килограмм и коллега 80 килограмм мы вместе с ним садились и он спокойно вытягивал он конечно не садился вот на кофру как вы видите скажете сейчас спросите а куда он сел да но друзья сразу же тоже момент такой покажу что в комплекте данного скутера есть еще вторая сидушка то есть при желании если вы планируете ездить вдвоем можно снять кофр поставить сидушку и вдвоем передвигаться ну ладно это мы отошли в сторону ну вот тем не менее о чем я хотел акцентировать внимание о том что здесь 125 килограмм это по рекомендации производителя но тем не менее мы испытали и 150 килограмм 155 килограмм он спокойно выдержал то есть это на самом деле заслужит реально уважение потому что повторюсь он не просто от мы стали сели на него и он выдержала мы еще ехали по прямой дороге мы ехали немножко проехались и он вы вытягивал итак друзья что еще хочется сказать что по аккумулятору основного полагающая да то есть этого скутера сердце скажем так давайте сейчас мы с вами его откроем ключики я спрятал в комплекте кстати у нас с вами идут два брелка это сигнализация и два ключа кстати в сибири надо дать должное молодцы в отличие от некоторых других производителей которые еще остались также с большой кипой связки ключей как вы помните и в сибири также раньше было на замок два ключа замок сжигания два ключа кофр там еще 5 10 в общем связку такая кипа была сейчас все сделали проще в принципе два ключа просто все а единственно еще здесь два ключа нас есть от кофры все больше ничего удобно итак друзья давайте откроем сейчас у нас она не как раз не была закрыта но здесь у нас замок да покажу вот закрывающий здесь нас находится основа любого электроустройства это контроллер и аккумулятор аккумулятор у нас с вами здесь технических характеристик на нем указаны 48 вольтовый он идет на 18 ампер часов по заявлению производителя максимально пробег на одной зарядке до 50 километров но как друзья моего вам и ранее в наших видеороликах говорили что любой пробег как и скоростные параметры зависит от многих факторов таких как и вес райдера манера езды погодные условия потому что когда погода немножко становится морознее скажу так даже 10 градусов тем не менее до литий-ион нажимается и соответственно отдача намного меньше соответственно это тоже учитывайте друзья при когда вы будете эксплуатировать технику и так аккумулятор у нас с вами быстро съемный все по стандарту white сибири компания made in taiwan со всеми характеристиками здесь у нас здесь все так на сами плотно стоит здесь силовой кабель мы отсоединяем от аккумулятора и вытаскиваем ручка для переноски здесь вы сразу видите да то есть вход для зарядки вот он порт или силового кабеля давайте мы сейчас с вами посмотрим что у нас здесь находится и так друзья что у нас здесь с вами находится здесь у нас ну как отсек под аккумулятор здесь у нас с вами контроллер увидите не видите но 1500 ватт в принципе white сибири в этом плане что могу сказать что то что она заявляет то она и как правило является потому что не было компания замечено в том что пишет например 25 ампер часов аккумулятора по факту там 18 или там 15 то есть таких расхождение за white сибири не было замечено поэтому я думаю что здесь учитывая того что мы его проверяли по нагрузке и вы видеоролики дальше увидеть как мы будем кататься то я думаю что вы согласитесь по мощности вам многие клиенты задают вопрос почему white сибири делает сейчас вот и в том числе от на мини трайки пластиковые нижние корпуса с одной стороны да я с вами согласен что это не очень практично но с другой стороны она максимально пытаются облегчить вес самого скутера да то есть и но с другой стороны они заметить что поднимают клиренс то есть например смысл еще с рассматриваем white сибири трайк то обратить внимание какой здесь зазор да то есть промежуток на экране кстати вы видите клиренса посмотрите какое расстояние то есть заслужить внимание то есть мне кажется чтобы здесь что-то зацепить ну скорее вы наверное зацепите нижний вот редуктор всю систему потому что она находится ниже по клиренсу нежели чаша вот это да у нас мангал скажем так основной все сделано опять же по системе white сибири а то есть с точки зрения гидроизоляции если вода будет попадать то есть вода токи здесь есть поэтому клиенты которые говорят нам сделать ребят герметиком здесь промажьте все смажьте да то есть друзья я вам честно скажу что я это делать не рекомендую гидроизоляцию вы можете обратиться нашего магазина мы сделаем отличную гидроизоляцию обработаем все узлы то есть и контроллер да все будет все четко на это будет представляться гарантия вот но узлы скажем так щели которые находятся в мангале да то есть и не рекомендуется герметичную герметиком промазывать да то есть и делать такой вакуум образа назовем это так почему потому что в любом случае щелей здесь достаточно да то есть обратите внимание проводка проходит от фары например да то силовые кабеля проходят сюда здесь вот вы видите дырка да то есть она проходит вот сюда вниз под контроллер да соответственно дальше все это дело стекать будет вот сюда где у вас находится аккумулятор то есть если вы здесь все это дело закроете воде уходить некуда у вас будет ну как так назовем его аквариум то есть вода будет скапливаться да то есть и рано или поздно не будет не очень хорошо учитывая того что здесь у нас щели есть специально то есть соответственно вода будет уходить и у вас таких проблем не будет возникать итак друзья по аккумулятору мы с вами прошлись давайте его засунем обратно честно скажу вайсибири постаралась сделать мега плотно всю эту историю что просто так легко одним движением руки сделать прям не получится так все готово кстати обратить внимание что завести скутер можно как с кнопки старт-стоп потому что ключа зажигания здесь как-то такового нету из кнопки молнии это на системе правления сигнализации все мы сейчас с вами завели данный трек как и сказал ранее у нас редукторная система с дифференциалом то есть принципе система очень простая как и на классических трехколесных скутерах любого типа принципе white сибири система управления на ясно попробую сейчас поднять это я просто сейчас цепляю потому что я на крылья по крыльям крылья классические принципе стандартный пластик но пластик принципе стандартный но хороший почему хороший потому что есть дешевые аналоги например сетикок где пластик более такой знаете жесткий грубый кто-то сейчас каждое не все одинаково не друзья честно ну через мои руки прошло прошли там я не знаю тысяч этих скутеров и могу сказать что есть отличие от некоторых производителей здесь он такой играющий то есть как будто узнать с прорезиновым основанием то есть это плюс потому что если вы едете катать что-то ударить что-то задели вас не будет каково более дешевых пластиков удар сразу скол он будет играться соответственно да то есть но в любом случае сломать еще и этот пластик тоже можно элементарно сами друзья должны понимать есть и аккуратнее сзади у нас с вами находится небольшой такой небольшая такая корзина для ручной клади но опять же конечно большой вопрос что сюда положить не уверен что может что-то многое такое положите учитывая того что как вы обратили внимание здесь у нас номерная такая рамка стоит которая закрывает принципе практически подход к этому к этой корзине вот но тем не менее ее можно снять и станет немножко просторнее на обратность также сзади вы обратите внимание что помимо корзины у нас присутствует большой глубокий кофр куда можно засунуть любую ручную кладь практически в том числе защиту шлем на рукавники подлокотники для езды спокойно и безопасно давайте с вами сейчас мы ее откроем и посмотрим что внутри лежит что хоть в комплектацию данного скутера и так друзья как ранее показывал у нас находится с вами сидушка то есть кофру мы снимаем ставим сидушку и спокойно катаемся вдвоем зарядное устройство у нас идет со 48 вольтовой на 3 ампер часа обратите внимание то есть по регламенту то есть учитывая того что он 18 амперный где-то в районе 6 часов но не забывайте друзья что последние процентов 20 аккумулятор заряжается немножко дольше то я думаю что около 7 часов будет он заряжаться держатель для телефона бонусом также когда вы поставите заднюю сидушку можно спинку спинка в комплект входит вот что-что надо дать должное тоже в ассибири одна из немногих производителей которые дают такую огромную связку ключей и болтов насчет ключей конечно я немножко друзья забежал вперед на самом ключе не так много но тем не менее они здесь основные для сборки также отвертки но и болты куча болтов шайб все идет зеркала друзья зеркала это обязательная вещь для каждого москлиста скажем так тем более электроскутера здесь предусмотрено сразу крепление по два зеркала поэтому это очень хорошо также комплекте нас с вами нет гарантийный талон и инструкция на русском языке с которым можете ознакомиться перед эксплуатацией ну что обратите внимание на глубину кстати кофры да согласитесь друзья что на самом деле глубина ну достаточно емкий литраж я так думаю литров 5 точно верно давайте все уберем обратно и кстати обратить внимание что в отличие от других там скутеров которые тоже бывали да вот например вот это даже то же самое white сибирь это взять тут двухколесный до крепеж кофры когда едешь на скорости да даже просто даже не на скорости вот за его взять потянуть немножко да и он болтается то есть шумит гремит то здесь смотрите друзья я даже попробовал смотреть то есть держится хорошо ничего не болтается уверен что при езде шум небольшой он будет но тем не менее не так вот будет хлипко как вот на других скутерах и так друзья давайте плавно с вами кстати до крыльях хочу очень пока мы не переместись на переднюю часть хочу ваше внимание обратить на то что здесь уже принципе как на классических трехколесных байках от white сибири предусмотрено усиление крыльев и соответственно проблем с тем что например вы на скорости едете да крылья например и крылья могут провернуться например вперед да то есть эта проблема у вас нету то есть не будет на этом скутере учитывая того что здесь усиление стоит в принципе очень здорово ну что давайте друзья с вами перейдем на переднюю часть поговорим с вами о системе управления что хочется сказать хочется поговорить с вами о слева направо это у нас с вами смотрите фара освещения стоит но фара освещения скажу честно она достаточно такая не могу сказать что сильно яркая но тем не менее она выглядит конечно стильно но на этом все но друзья если планируете ездить в темное время суток на нем передвигаться там за городом на даче неважно то лучше поставить дополнительно освещение если вам это необходимо нашем сервисном центре вы можете это установить то есть мы можем установить дополнительный фар например вот сюда поставить да то есть у вас будет хорошая арктика с освещением классно то есть в любое время сутку будете просто вас будет заметно по крайней мере поворотники нас стоят с вами спереди и сзади поворотники такие то есть они гнущиеся точно удобно в стиле white сибири бегущая дорожка также нас с вами системе управления сигнал находится ну а справа стороны у нас с вами три режима скорости первая вторая на бортовом компьютере все это отображается третья также на бортовом компьютере вы обратите внимание что у нас такой же жидкокристаллический дисплей жека как стандартного сибири всех обновленных моделях но здесь вы видите спидометр время даже видите до поездки то есть и пробег кстати появился вольтаж вольтаж из-за шкала зарядного устройства красивая зеленая китайская кнопочка ну конечно здесь надо бы китайский иероглиф вольтсибири сейчас может данное видео уберите пожалуйста это китайское название мы в россии вроде находимся друзья вот ну на самом деле что это за кнопка это кнопка безопасно безопасного заднего хода ну что такое безопасный задний ход кто не знает то есть не так чтобы тумблер нажали и как говорится назад поехали нет задняя скорость будет включаться только при том как при нажатой кнопки то есть вы нажимаете кнопку удерживайте ее и нажимаете газ и после этого начинает двигаться и мы поехали друзья и поехали вперед давайте с вами поговорим друзья о системе тормозной системе хоть как я ранее говорил да там тормоза придумал трус но любой технике они нужны особенно мото тормоза здесь стоит гидравлические то есть принципе в этом плане они молодцы в сибири а то есть предусмотрели так она принципе должно быть я считаю что неважно маленький либо большой классический скутер лучше ставить гидравлику потому что гидравлика она заслуживает уважения и зарекомендовала себя принципе намного лучше для таких для такой техники гидравлическая система торможения с бачками то есть здесь у нас есть указатели то есть мы можем видеть и наблюдать те уровни жидкости на лем стороне рукоятки у нас до тормоза вы обратите внимание у нас находится стояночный тормоз то есть тормоза зажимаем зафиксировали все он стоит на стояночном тормозе вот видите все то есть его куда-то подъехали где-то решили его оставить если это хоть небольшой там угол наклоны есть то есть соответственно пожалуйста он никуда не укатится у вас с вами по подвеске хотел сказать задняя подвеска стоит стандартный там пружинного типа да то есть и передняя классическая сити кок как на всех принципе сити кок мини подвеска отрабатывается великолепно задняя тоже поэтому друзья здесь в принципе все стандартно под заднего пассажира у нас предусмотрены подножки поэтому друзья задний пассажир будет себя чувствовать комфортно друзья спросите вы для кого принципе данность скутера для как для какой категории людей скажем так да и для каких целей где его эксплуатировать давайте по порядку для кого больше от скутера подойдет конечно же в первую очередь подойдет для детей подростков за счет его компактности за счет его размеров да то есть веса также очень хорошо подойдет для людей пожилого возраста потому что очень много наших с вами родителей или бабушек дедушек до которые тяжело передвигаться и хочется им помочь и например чтобы они могли посесть магазинчиком да то есть еще куда то вот такая техника она будет идеально отлично и плюс ко всему габариты позволит завести на участок либо там дверной проем например ворот каких-то небольших то там это будет отлично учитывая то что данном скутере присутствует также задняя скорость это облегчит и безусловно передвижение наших с вами родителей и дедушек с бабушкой да то есть соответственно им будет комфортно и удобно поэтому друзья вот в принципе это основная к скажем так категория по моему мнению да безусловно но и конечно же любой взрослый человек например который захочет себе приобрести к для кого очень важна эта компактность мобильность и небольшой вес да то есть то это в принципе вот эта техника тоже подойдет с моим весом 178 сантиметров то есть практически 180 да я себя чувствую за рулем комфортно то есть ноги я поставил вот я еду то есть у меня принципе систему управления то есть безусловно конечно вот так вот да широко расправив колени да то есть немножко буду упираться но тем не менее если вот не прямо так сузив да то есть вот просто чуть-чуть поуже то есть я принц могу себя комфортно чувствовать систему управления и ездив угол поворота принципе достаточно достойный проблем с этим нету поэтому друзья то есть принципе данный скутер подойдет для любой категории людей но особенно я сказал как вам ранее для кого больше он подходит вот так вот друзья где где лучше на нем скажем так передвигаться для каких целей ну друзья здесь каждому свое кто что хочет где кто как хочет эксплуатировать это ваше как говорится право ваше дело но в моем понимании видение это очень история подходит больше для загородных загородная история да то есть это деревня на даче не загородные участки это коттеджные клубы например да то есть где-то рабочие работу до что теперь переместиться где-то что-то подделать например перевести что-то нужно еще вот ну и конечно же вот в таком формате это принципе я не всего подходит эта техника кстати друзья хочу также обратить ваше внимание и поговорить переместиться сейчас колесную сектору скажем так да то есть поговорить с вами о колесах данного скутера не заслужит определенного своего внимания давайте посмотрим обратить внимание что принципе опыт колеса составляет нас с вами 6 дюймов резина 14 дюймовая 145 миллиметров да на 70 на 6 то есть 6 дюймов опыт и 14 дюймов у нас с вами покрышка покрышка кстати здесь по моему мнению это наверное золотая середина да и ни в коем случае сейчас не пытаюсь как-то листить его компании white сибири это безусловно именно на опыте эксплуатации разных видов техники в том числе white сибири и других производителей которые имеются да то есть именно такого формата резина она универсальна то есть объясню почему если мы берем с вами классические вот протекторные такие тракторные скажем так покрышки грязевые которые стоят на классических электроскутеров кто встречал это понимает о чем я говорю то есть если вы на такое протекторы на грязевой очень крупные ездить и пороны поверхность вас происходит вибрация да то есть и отдает немножко в руле то есть такой дискомфорт происходит то вот на такого формата резине то есть вот именно она такая знаете как и протекторные вроде да то есть и при этом универсально как сказать и пороны поверхности будет комфортно есть то здесь вибрации такой нету поэтому здесь она будет великолепно цепляться землей то есть травой щебнем да то есть на пересеченных мест будет великолепно на себя вести и цепкость будет отличная ну и конечно же по ровной поверхности дискомфорта вам создавать не будет поэтому друзья в этом плане здесь я считаю что компания white сибири попала прямо в точку что у нас с вами по системе торможения как я говорил гидравлика суппорта она стоит стандартный принципе здесь акцентировать внимание не стоит ну вот вы можете посмотреть диски соответственно посмотрите обратить внимание какие диски на стояда плотности толщина диска достаточно большая на что я хотел обратить ваше внимание когда будете производить сборку либо самостоятельно либо заказ и у нас если будете потому что скутеры приходят в упаковке чтобы собрать скутеры у нас с вами разобрана ось снята да то есть колеса сняты задняя часть но практически весь разобранный то есть соответственно при покупке данного скутера в нашей компании можете обратиться он и к нам мы его вам соберем и доставим уже собранном виде либо в отправим в упаковку как вам нужно но тем не менее если вы все-таки будете самостоятельно собирать обратить внимание что у нас вот здесь с вами идет гидравлическая тросики да вот с тем управление гидравликой вот это вот историю я рекомендую да вот стяжка вот можно через это пустить например да вот через здесь есть у нас с вами как раз отверстие запустить стяжку чтобы он у нас стоял чтобы ее не повредить то есть это такое небольшое вам полезная информация по подвеске друзья кто-то на сейчас спросит а вот это что за подвеска что это такое вот это вот друзья это здесь какую компанию войсибири станет стандартных электроскутер находится здесь они перед подкачкой для усиления регулировки задней подвески то здесь это нет это имитация поэтому здесь никакой подкачки регулировки нету да принципе на самом деле на этом скутере я считаю что он и не нужен по характеристикам как я вам сказал друзья что максимальная скорость данного скутера составляет 40 километров но скажу как от ранее мы снимали тоже видео на трехколесные что сами по себе трехколесные баки они не предусмотрены изначально на какие-то большие скоростные параметры в принципе они созданы не для этого они больше созданы для комфортной безопасной езды с точки зрения потому что вам ну клиентам которые людям выбирают трехколесные кому держать баланс проще да то есть и соответственно здесь в этом плане они это рассчитано больше вот на такие истории чтобы тяговитость проходимость да то есть и спокойную езду но зато честно скажу тяговитость вот вот это заслужит уважение это они акцент делают на этому трехколесно поэтому друзья кто-то скажет что 40 километров это мало ну смотря для чего да то есть как и сказал что если сравнить там с двухколесным то это мало а если для трайков то это более чем за глаза безопасность прежде всего это друзья не забывайте никогда ну что друзья сейчас мы поедем с вами дальше кататься и поговорим с вами как и посмотрим как он себя ведет на каких-то участках дорожного движения поехали еду аккуратнее просто пока клиренсу непривычно чтобы хочу понять что крыло не цепляло ничего не вроде все проходит отлично подвеска трава от великолепно слушайте друзья скажу вам честно сейчас попробуем заехать так ну чё друзья как вы думаете с места на бордюр заедет ничего себе вот это вальсиберия друзья вот это да ну-ка назад сейчас подождите мы ровно встанем чтобы так вот задняя скорость пошла на бордюр заезжаем вообще отлично сейчас хочу попробовать под уклоном встать и прямо на стопе сразу поехать кстати друзья смотрите я сейчас вот остановился да с горки смотрите накат идет как у него холостой да то есть он практически назад не идет то есть точки зрения безопасности тоже очень классно ну что давайте попробуем все остановились поехали вообще слушайте друзья прям супер мне от яговид всего очень нравится заезжает просто без проблем с моим весом 78 килограмм сколько здесь угол такой но я думаю вряд ли 30 наверно но градусов 15-20 наверно мне кажется но бордюр заезжает вообще да причем вот так бордюр то не маленький друзья брать внимание камера передает это посмотрите я вплотную стою вот я стал вплотную да все начинаю нажимать газ все друзья я поехал друзья это как раз о том о чем я вам говорил когда мы с коллегой вдвоем катались на этом скутере то есть это вы заметили Да, что я сейчас, коллеги просто сейчас нету Да, то есть, к сожалению, мы просто это На видео не засняли Мы просто решили, дай попробуем Да, так вот, и сели, прокатились И у нас реально вытянуло, но вы сейчас сами заметили Что тяга у него великолепная Поэтому, друзья, реально Best of the best Это очень крутая история, поэтому могу честно сказать Что-что, а тяговид Отличная А давайте сейчас, друзья, попробуем, знаете, что сделать Если позволят, конечно, крылья Но я просто не знаю, там два Больших, достаточно таких Заехать хочу попробовать Очень по бордюрам На обратную сторону Ну-ка, а давайте задний скорость попробуем Сказка Так, подождите, друзья У меня уже спортивный интерес становится по нарастанию Пока эту технику мы сейчас с вами тестируем Сейчас снизу полностью Вот так вот И попробуем просто на задней скорости заехать в эту Получится у нас с вами интересно Так, он сцепился Сейчас, секундочку Скажу так, что, друзья, здесь, учитывая того, что Сам по себе газ Здесь, видимо, с небольшой задержкой идет И если передняя и задняя скорость, например Задняя, она еще немножко побольше Сейчас вот если я возьму Небольшой вот разгончик, чуть-чуть Вот такой вот кусок даже Я думаю, что мы заедем Друзья, ну мне очень нравится И я сейчас что-то подумал Может быть Своим детишкам Такое взять историю На лето в деревню покататься Ну что, друзья Не судите строго Решил попробовать сейчас вот Разогнаться Правда, по бортовику Потому что забыл держать до телефона взять Ну по бортовому сейчас вот, видите, да 7,9,8 Но понятное дело, что это Или на два, как минимум По ощущениям, где-то километров Около 30 30 30-32 Примерно в таком диапазоне По ощущениям В принципе, на самом деле За глаза хватает Скорости Учитывая того, что все-таки Это не скоростной болид И это трехколесный мини-скутер Но, друзья Ветер, конечно Не знаю, сейчас как будет на звук записываться И передаваться Но ветер встречный сильный Погода, конечно, испортилась Вы видите сами Сейчас, через час уже дождик обещают Вот, ну что, друзья Могу сказать Если честно Ну, прям вот Тяговица Меня Прям очень впечатлила То есть Заслужит Прям уважения Отдельного внимания на этом То есть Поэтому здесь Прям вот Вайт-Сибири Большой-большой И жирный плюс Давайте мы с вами Проедемся Здесь По лежачим Полицейском Друзья Вообще отлично И, кстати Слышите Кофру заднюю Я практически Ее не слышу Это о чем Я вам говорил Что здесь В плане установки Крепежа Заднего кофры Продуман очень хорошо На дороге Цепкость Держит баланс Вообще великолепна Ну, друзья Честно вам могу сказать Ни капельки Ни льстяк В компании Вайт-Сибири А просто Открытая И честная Обратная связь По своим ощущениям По сравнению С теми Что я Как говорится Что мы продавали И продаем И соответственно Что через мои руки Проходило А через мои руки Проходили Если не все То все Электроскутеры Просто что-то Мы не успеваем Просто снять Или не засняли Но тем не менее Могу сказать честно Что это Наверное На сегодняшний день На дату съемки Это Лучший электроскутер Мини трайк По тяговитости Как минимум Пусть комфорту Управления И посадки И езды Что с ними будет В эксплуатации Через год Через Там полгода Месяц Два-три Это я не знаю И не могу сказать Поэтому это Пока же только время Так как это Скутер новинка Поэтому друзья Вот так вот Друзья Кстати да Хотел обратить Ваше внимание На то что У нас сейчас В Сибири Сбоку Они ставят Табличку Непосредственно Уже С Свин номером С описанием Где производство Да то есть Соответственно Мощность Они указывают 178 ватт Понятно Дело Да то есть И максимальную То есть Как скорость И здесь стоит QR-код Ну что друзья Давайте резюмировать В принципе Мы с вами Поговорили о данном Скутере Покатались И давайте К заключению Что могу сказать Мне лично Данный скутер Очень понравился Как я вам ранее Сказал Это по Тяговитости По визуальному Вау Эффекту Да на самом деле Визуально Он очень классно Выглядит По его комплектации Да то есть Очень классно Очень здорово На самом деле Данный скутер Я уверен Что займет Свой педестал Займет свое место Как говорится На рынке И если компания Вайс Сибири Будет дальше Продолжать И улучшать его То вообще Будет я думаю Номер один В своем классе Поэтому друзья Я вас приглашаю К нам в магазин На тест драйв Посмотрите Данную технику Покататься на ней Совершенно бесплатно Посмотреть другие Разные виды техники Напомню Что наш магазин Находится На метро 1995 года 200 метров от метро В торговом центре Электроника на Пресне То есть Как на метро 200 метров от метро Так и Если имеется парковка Вы можете Заехать к нам На территорию Посмотреть И покататься На данном скутере Поэтому друзья В принципе Это все Надеюсь Вам наше видео Понравилось С вами был Станислав И большая просьба Оставьте Пожалуйста Комментарии Свои Как вам Это скутер Что вы думаете Понравился Не понравился Буду очень признателен Всем спасибо С вами был Ваш верный друг Станислав Всем удачи Всем пока